В федеральной целевой программе развития туризма в России, это въездного и внутреннего туризма, Россию предполагается сделать вообще туристической меккой. Туристический поток в нашу страну предполагается увеличить в 6 раз и довести до 23 миллионов. В Кузбассе мы тоже не стоим на месте, делаем все для того, чтобы туристический поток увеличился. И если в 2013 году у нас порядка 850 туристов посетило Кемеровскую область, то в 2014 году мы планируем выйти уже на такой этап, это миллион туристов в год, чтобы посетила наш регион. Для этого у нас все есть. У нас, надо сказать, что один из самых высоких процентов – это природных территорий Кемеровской области, особенно ценных территорий, которые в Сибирском федеральном округе. Это уникальная наша природа сибирская, которая как и на юге, так и на севере одинаково красива, одинаково замечательна. Ну, если говорить о Кузбассской, туристической Мекке, то, наверное, тут, что на ум в первую очередь, конечно, приходит, это горная шория с ее, как вы сказали, уникальной природой. И я даже знаю, что уже и снег выпадал там, и в этом году в горной шории. Что ждать любителям горнолыжного спорта нынче? Ну, пока еще горнолыжный сезон мы не открыли, не открыли. Надеюсь, скоро это произойдет, к радости всех сибиряков, кузбассовцев. Как вы помните, в том году, позапрошлом году, Шерегеш у нас прославился на весь мир тем, что он попал в книгу рекордов Гиннеса, когда огромное количество... Знаменитых спуск. Да, спуск в купальниках, в бикини состоялся, и мы официально вошли в книгу рекордов Гиннеса. В этом году мы, в принципе, повторили этот рекорд, но это произошло, спуск в карнавальных костюмах. Порядка более трех тысяч человек приняло в данном мероприятии, было очень красиво. Были прыжки в воду, на лыжах, очень интересно было. В этом году также мы откроем горнолыжный сезон, не буду раскрывать всех секретов, но также мы постараемся... Ну, это будет красочно. Красочно, интересно, да, это будет происходить так. Если вообще говорить о развитии туристического кластера Шерегеш, то планируется до 2017 года привлечение около 7 миллиардов рублей в данную отрасль. Инвестиции. Инвестиции, да, инвестиции. Кроме того, администрации Кемеровской области была подана заявка в федеральную целевую программу развития внутреннего и внешнего туризма в России. Из 40 проектов в Кемеровской области вот этот туристический кластер Шерегеш занял первое место. И мы надеемся, что нам придет финансирование с федерального бюджета, и вот данные средства будут направлены на реконструкцию дороги, то есть в обход поселка Касс. Если кто-то ездил в Шерегеш, тот знает, что несколько неудобно ехать по поселку. Бесклад взрывчатых веществ, да. Проект подразумевает сделать объездную дорогу, но она называется объездной, на самом деле она сократит расстояние, усилит грузопоток, то есть сделает привлекательность Шерегеша еще более. Ну, там, по-моему, и в Горной Шуре и частные инициативы не стоят на месте, и новые гостиницы постоянно открываются, и сами жители уже так адаптировались там в свои квартиры сдать. Да, но я вам, как сказал, около 7 миллиардов предполагается частных инвестиций вложить в данный проект. Ну, Александр Анатольевич, смотрите, несколько лет назад была поставлена задача, что нужно привлекать, конечно, туристов в Горную Шуре не только зимой, но и летом. Я вот там сам был в летние месяцы, очень красивая природа, в Усть-Кабарзе, в Усть-Анзасе. Ну, а вообще вот это вот получилось привлечь туристов летом? Знаете, конечно, сразу данную проблему не удастся решить, но собственники, наш департамент, мы стараемся сделать все, чтобы привлекательность Шерегеша в летний период была высокая. Да, там организуются сплавы. Очень много для этого делается квадроциклы, можно покататься на квадроциклах, съездить в шорские деревни. В этом году мы провели велофестиваль «Второе дыхание». Порядка 170 велогонщиков собрались на данный фестиваль из сибирских городов, замечательно прошло. Это тоже есть популяризация этого кластера Шерегеш. Но вот самое, как я думаю, такое знаменательное событие, которое произошло совсем недавно, две недели назад, мы также прославились на весь мир, это дайвинг-центр. Погружение. Массовое. Да, массовое погружение водолазов в пресной воде. Если предыдущие порядка 67 человек погрузилось где-то в Московской области, то в этот раз в Таштаголе, в Таштагольском районе, было погружение 120 человек. Но 120 человек не смогли все погрузиться, два человека по техническому причинам сплыли. А вот 118 человек – это самое массовое погружение в мире в пресной воде. Мы подали заявку, организаторы подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса в России и Книгу рекордов Гиннесса всемирную. Ну, надеюсь, что у нас ключ туда, и Кузбасс и Шерегеш еще раз прославятся. Мне кажется, перспективы есть, потому что это и рыбалка, и многочисленные пещеры, и уникальные природные уголки, и походы там можно различные организовывать. То есть, все еще впереди. Все еще впереди, но и на нас работает наш бренд Йетти, который известен уже во всем мире, уже много разных толкований, есть или нет. Но это неважно, есть он или нет. Самое главное, что бренд существует, что Шерегеш с его огромным потенциалом работает на Кузбасс, работает на Россию. Александр Анатольевич, ну, если с югом все относительно понятно, то как вот быть с севером Кемеровской области? Там тоже есть уникальные места, и природные, и исторические. И если юг каким-то образом раскручен, то, может быть, и север уже так начать подтягивать? Чем вы, я знаю, и занимаетесь? Знаете, я могу сказать с уверенностью, что север нашего региона, он не менее интересен в туристическом плане. Давайте вспомним последнее наше Шестаковское месторождение динозавров. Единственное месторождение в мире. Мы провели рекламный тур с представителями, которые занимаются внутренним туризмом в Кузбассе. Это были представители туриндустрии Кемеровской области, Томской, Новосибирской. И проехали по такому маршруту. Мы побывали на Шестаковском месторождении. Дальше мы поехали на Горную Салангу, это Тесульский район, далеко от города Белогорск. Потом побывали на самом большом озере Берчикуль. И закончили наше путешествие в городе Мариинске, историческом нашем городе-музее. И уже в Томской Писанице провели общественный совет при губернаторе по развитию внутреннего туризма в Кемеровской области. И вот те люди, которые побывали в этом туре, они просто были очарованы красотой нашего севера. Что можно посмотреть, какие у нас перспективы. И вот это все обсуждалось. И, в общем-то, знаете, развитие здесь тоже довольно сильное может получить. Развитие туризма именно на севере Кемеровской области. Ну, а вообще какие-то интересные проекты ожидаются? Или, может быть, сейчас задача развивать то, что у нас есть? Все уже придумано? Придумано очень много. Я хотел бы про Томскую Писаницу сказать. У нас Томская Писаница, которая находится в Яшкинском районе, за год ее посетило порядка 160 тысяч человек. Великий Устюг, где родина Деда Мороза, примерно сопоставима. Поэтому у нас Томская Писаница сопоставима с таким брендом, который на всю Россию известен. Основные, как я говорю, задачи – это развитие Шерегеша, развитие Шестаковского археологического месторождения, развитие горной Саланги. То есть у нас достаточно большие планы, амбициозные, которые, я думаю, мы их выполним. Ну, а что касается инфраструктуры? Вот на севере она есть, если на юге есть различные гостиницы, то на севере, ну, чтобы ехать, те же Шестаковское месторождение, захоронение, чтобы где-то остановиться, или в Саланге? Сейчас мы над этим работаем. На Саланге довольно приличные условия. Туда можно ехать, отдыхать. Это достаточно такой высокий уровень. Да, вот в Чебулинском районе этот вопрос поднимался. У нас Совет народных депутатов выездное заседание там проводил, как бы намечены задачи по развитию именно инфраструктуры, чтобы турист мог туда приехать, мог спокойно покушать, мог где-то переночевать. Так же и по городу Мариинску, что существует проблема с гостиницей, но она будет решаться. Ну, а вот, кстати, если вы вообще говорите о частной инициативе в туристическом бизнесе, я знаю, что где-то, также на северо-востоке Кемеровской области, например, решили развивать аграрный, да, и сельскохозяйственный, там, деревенский туризм. То есть находятся все-таки люди инициативные, у которых есть мозги, идеи, и приходят в эту сферу. Да, у нас достаточное количество таких людей, которые могут реализовать свои проекты. И вот один из таких проектов – это вот организация, саморегулирующая организация в сфере туристической индустрии. В чем она заключается? Вы знаете, что сейчас вот была череда банкротств, которые связаны вот с негативными такие явлениями в экономике, в туристической деятельности, сфере. А вот туристические агентства, операторы, которые находятся на Кемеровской области, решили в такую организацию общественную, саморегулируемую организацию, собраться, создать некий компенсационный фонд, если при условии вдруг у кого-то из коллег возникают какие-то финансовые вопросы, то друг другу будут помогать. Поэтому инициатива есть, инициатива такая положительная. Ну и сейчас, может быть, вот это активизировать все, я не знаю, но в конце концов, чтобы школьники из городов, поселков Кемеровской области ездили, к примеру, не в Новосибирский зоопарк, а вот ездили на Шостаковское захоронение. На Шостаковское захоронение уже департаментом культуры Кемеровской области национальной политики, организованы туры туда, и эти туры уже происходят и осуществляются на протяжении всего летнего периода. А сейчас вот наступит зима, мы еще подумаем, как это лучше сделать, чтобы это было более цивилизованно, цивилизованно, и со следующей весны мы также запустим эти маршруты, которые будут действовать. Потому что действительно у нас в родном крае есть что посмотреть, и не обязательно тратить крупные суммы денег, чтобы куда-то лететь или ехать, а вот... Да и вообще всех кузбассов призываю в наше вот такое нестабильное время, когда вот идет череда крушения крупных туроператоров, турагентств, призываю обратить внимание на достопримечательности нашего Кузбасса и отдыхать в Кузбассе, потому что у нас есть на что посмотреть. Буквально в любом районе существуют какие-то свои изюминки, и отдых здесь будет и безопаснее, и экономически более эффективным. Что ж, хороший призыв, хорошая точка разговора. Я думаю, что на ваш призыв откликнуться к кузбассовцам. Спасибо за интервью. Я пожелаю вам и вашим коллегам удачи в работе. Спасибо. Я напомню, Александр Кривцов, начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области, был в нашей студии. Вы можете смотреть наше интервью на телеканале «Россия-24» и слушать на радио «Маяк». До свидания.